Мы рады вас Товарищи, ребята Конечно, если дома вы, они ушли куда-то И просим вас немедленно оставить все дела Радионяня сегодня к вам пришла Радионяня, радионяня, есть такая передача Радионяня, радионяня, у нее одна задача Чтоб все девчонки и все мальчишки подружились с ней Чтоб всем ребятам, всем трулятам было веселей Чтоб всем ребятам, всем трулятам было веселей Здравствуйте, дорогие ребята Здравствуйте, мои милые друзья Мы разбирали ваши письма и увидели, что некоторые ребята Задают нам один и тот же вопрос Что делать, если утром не хочется вставать? По-моему, это интересный вопрос В нем надо разобраться серьезно, я бы даже сказал, научно Вот скажите, пожалуйста, уважаемые помощники Что, по-вашему, в раннем вставании самое трудное? Самое трудное, это после того, как проснешься, подняться и сесть в кровати Значит, трудно сесть Нет, сесть не трудно Трудно усидеть с закрытыми глазами Теряется равновесие и снова падаешь Но уже почему-то в другую сторону Ноги оказываются на подушке, а голова в ногах Так что же вы предлагаете? Мое изобретение Надо класть на кровать две подушки Одну в голову, другую в ноги Простите, пожалуйста, но ребята спрашивают Не как легче спать, а как легче встать Встать? Встать-то легко, трудно проснуться Я знаю один способ Перед тем, как заснуть, надо сказать себе Я встану рано, я встану рано, я встану рано А, я знаю, это хороший способ Но он у меня почему-то не получается Я вечером говорю себе Я встану рано, я встану рано, я встану рано А утром у меня получается Пусть встанет мама, пусть встанет мама, пусть встанет мама А вот другой изобретатель по имени Саша из города Пскова пишет, что каждое утро его будет собака-жучка. Она стаскивает с него одеяло, Саша начинает за ней гоняться, а когда догонит, то спать уже не хочется. Ну, ему хорошо. А как быть, если в доме черепаха? Все уже в школе, а она только из-под кровати вылезает. А вот послушайте, Витя Понярский из посёлка Абрамцево Московской области вызвал на соревнование свою бабушку. Кто раньше встанет? Но, пишет Витя, мне жалко бабушку, и поэтому я всегда ей проигрываю. Встаю на полчаса позже. А я придумал. Надо ложиться в кровать в ботинках с длинными шнурками. Шнурки от ботинок завязать сзади, на шее. Вот когда утром с кровати опускаешь ноги, шнурки поднимают голову и не дают ей снова упасть на кровать. Друзья мои! Их! А, по-моему, самый лучший способ – это старые. Пораньше лечь спать, а утром быстро встать, сделать зарядку, умыться. И лечь снова! Да нет, нет. Если проделать все то, что я сказал, ложиться уже не захочется. Николай Владимирович, но ведь проделать все, что вы сказали, это и есть самое трудное. Да, сначала может быть трудно, а потом это войдет в привычку, и вы будете с улыбкой вспоминать то время, когда вам утром не хотелось вставать. Да, вот так вспомнил это время композитор Михаил Зив, улыбнулся, и у него получилась песенка. Чтоб все на свете знать, приходится учиться, А это для детей ужасное мученье. Приходится вставать, приходится трудиться, А хочется, а хочется с утра поспать. Ведь для чего-то созданы лентяи, Ведь для кого-то сделана кровать, Одни лентяи только понимают, Как сладко спать, Как сладко спать, как сладко спать. Кто хочет все успеть, Обязан торопиться, А это для детей ужасное мученье, Ведь надо все надеть, И не забыть умыться, А хочется, а хочется с утра поспать. Ведь для чего-то созданы лентяи, Ведь для кого-то сделана кровать, Одни лентяи только понимают, Как сладко спать, Как сладко спать, как сладко спать. Пора уже понять, Как трудно просыпаться, Что это для детей Ужасное мученье. А тот, кто нам не верит, Пусть лично сам проверит, Как было бы прекрасно Целый день лежать. И для чего-то созданы лентяи, И для кого-то сделана кровать, Одни лентяи только понимают, Как сладко спать, Как сладко спать, Как сладко спать. Здравствуйте, дорогие ребята, Юные хоккеисты и юные болельщики. У микрофона радионяни, Заслуженный мастер спорта, Вратарь сборной Советского Союза по хоккею, Владислав Третьяк. Я вижу, дорогие ребята, Прислали мне очень много писем. Мне бы одному, наверное, Пожалуй, не разобраться в них, Так что я попрошу помочь мне. С удовольствием. С удовольствием. Вот начнем с первого вопроса. Помните, вы спросили, Может ли вратарь в игре стоять без маски? Интересно, что ребята ответили? Ну, подавляющее количество ребят ответило так. Вратарь без маски играть не может. И объяснили, почему. Вот, например, второклассник Олег Новиков Из города Киева пишет, Но без маски играть вратарю нельзя По технике безопасности, Так как можно травмировать лицо. Он правильно ответил. А Игорь Шинкаренко говорит, Что вратарь может стоять без маски, Но для этого он должен обладать Исключительной смелостью И иметь великолепную реакцию. А вот это письмо вам лично, Владислав Александрович. Прочтите, пожалуйста, Это очень интересный вопрос. Вам, Владислав Третьяк, Я просто не разрешаю появляться Без маски на льду. Потому что вы сами знаете, Какая у вас внешность. И это будет, конечно, трагедия Кое для кого. Что вы скажете по этому вопросу? Может ли вратарь стоять в игре без маски? Раньше, лет 15-20 назад, Вратари стояли без маски. Потому что игроки не могли шайбу Оторвать от льда. И, в общем-то, опасности для вратаря Никакой не было. Но сейчас вы сами понимаете, Что хоккей так далеко зашел, Что шайбу просто невозможно иногда и поймать. А уж тем более человеческой реакции Не хватает для того, Чтобы вернуться от нее. И Федерация Международная Хоккей Решила так, чтобы защитить вратарей. Чем? Только маской. Вот поэтому сейчас не разрешают Вратарям стоять без маски. Правильно тут в письме даже мальчик написал Для техники безопасности вратаря. Теперь, Владислав Александрович, Посмотрите, пожалуйста, Рисунки масок, Которые прислали вам ребята. Вот очень хорошая маска. Мне очень нравится. Очень много, очень молодцы ребята. И так много писем пришло. Вот видите, это маска с рогами. Мальчик пишет. Я желал бы маску с рогами, Чтобы противник боялся подойти к воротам. И шайба всегда будет у наших. Он ее с перепуга отдаст. Это точно. Вот сейчас мы были в Канаде, В США, где участвовала сборная команда Советского Союза. Там мы играли с профессионалами. И вратари делают маски очень яркие, Такие страшные, Даже неприятно к вратарю подъезжать. А вот как вам нравится эта маска. Ну это очень хорошая. Маска волка. А вот Бармалей. Вот здесь нарисована кошка. А для устрашения подпись Тигр. Тигр. Да. Я видел здесь даже рисунок солнышка. Солнышко. А вот мне очень нравится. Написано. Владиславу Третьяку маска. Для победы над канадцами, финнами, шведами и чехами. А вот маска-транспарант. На нем написано. Владик не пропускает шайб. А вот маски совершенно другого типа. Посмотрите. И почитайте письмо от Игоря Левченко из Ташкента. Вот. Вот она. Пожалуйста. Вот какую маску я предлагаю для вас, Для вратаря Владислава Третьяка. Она должна быть сделана из полепренебываемого стекла. Под номером один. Под номером один. Это аппарат, который будет принимать сигналы на расстоянии. По нему тренер может передавать вратарю советы. И поздравлять его. Поздравлять его. Поздравлять его. Да. Это очень уникальная маска, я думаю. А вот эта маска. Может быть, маска будущего будет. Возможно. Вот еще тоже одна из масок, которые, может быть, и будут использовать в будущем. Да. Маска-ловушка. Маска-ловушка. Самоложник. Здесь есть специальный пятачок. Когда шайба попадает в этот пятачок, то срабатывает специальное устройство, И шайба попадает в ловушку. Да. Включись. Там сделать специальное устройство, которое будет эту резиновую шайбу Перерабатывать в жевательную резинку, например. И тогда вратарь может жевать, ему будет нескучно стоять в воротах. Хоккеисты чем же играли? На вкусной шайбой вкусная игра будет такая. А вот, посмотрите, эти маски с историческим углом. Вот он пишет. Эта каска спасала в древности воинов, и я предлагаю ее вам. Кольчуга будет защищать шею, шлем, голову. А вам останется только защищать ворота. Ну, спасибо большое. Вот эта маска, по-моему, очень остроумная. Тут изображена голова красивой девушки. Нападающий увидит, что в воротах девушка. И кто же будет в девушку бросать шайбу? Так, теперь вопрос радионяни. Какая маска из тех, которые прислали ребята, вам больше всего нравится? Вы знаете, мне все маски очень нравятся. Все ребята молодцы и, в общем-то, ответили на мой вопрос очень интересно. С рисунками, с красивыми. Ну, я даже не знаю, какую выбрать у нее маску. Я бы, наверное, все бы выбрал, если можно было бы стоять на каждую игру, менять маску. Во всяком случае, рисунки мы вам подарим. Спасибо большое. Ну, мы должны вам еще сказать, что очень много писем и от ребят, и от девочек, которые просят вас не менять маску. Им очень нравится та маска, в которой вы стоите. И девочки особенно часто пишут, что она вам к лицу. Спасибо. Я тоже думаю, что у меня маска хорошая. Ну, еще радионяня поздравляет вас, Владислав, с дочкой. Как вы ее назвали? Ирина. Ирина. Теперь мы надеемся, что Ирина тоже будет слушать радионяню. Ну, не сразу, а сначала немножко подрастет. Конечно. И последнее. У нас очень много писем, где ребята просят наградить Владислава Третьяка медалью за улыбку. Мы еще не подсчитывали количество голосов, но надеемся, что в конце года мы сможем вам присудить эту медаль. Большое спасибо. Я буду очень рад, что достанется еще одна золотая медаль. А вам понравилась песня? Да, очень хорошая песня. Я с удовольствием слушал. И даже я знал, что будет передача, а я ехал как раз на машине на тренировку. И у меня, как ни странно, антенна не выдвигалась, был мороз. И мне пришлось антенну сломать, но зато послушать радиопередачу. Так я сейчас антенны сломанные езжу. А вы знаете, вы сейчас можете опять послушать эту песенку, потому что она понравилась не только вам, но и многим нашим слушателям. К нам приходят телеграммы из далеких городов. Сообщает папа маме, не волнуйся, я здоров. Папу я давно не видел, как он выглядит забыл. Но включаю телевизор, папа снова гол забил. Кто мой папа? Хоккеист! Редко вижу я его. Но Стокгольм, Москва и Минс знают папу моего. Как-то мамин день рождения, он случайно дома был. И гостям на удивление... Маме клюшку подарил. Прилетел вчера мой папа, Но меня он не узнал. Папа мой сбежал по трапу И автограф свой мне дал. Кто мой папа? Ходи! Редко вижу я его. Но Стокгольм, Москва и Минск, Знают папу моего. Знают папу моего. В гостях у радионяни наш добрый знакомый, Лауреат Всесоюзного конкурса артистов эстрады Евгений Петросян. Очень хороший гость. Он никогда не приходит с пустыми руками. Интересно, Женя, что вы сегодня нам принесли? Я принес то, что обещал. Вы помните, ребята, у нас с радионяней был такой уговор. Если я побываю в какой-нибудь стране, Я обязательно должен привезти оттуда что-нибудь смешное. Я привозил смех польских школьников, Смех школьников из ГДР, А на этот раз смех венгерских ребят. Вот он. А теперь послушайте, Над чем они так смеялись. Я расскажу вам несколько веселых историй. Два школьника встретились на улице. А мне выдернули зуб. Ну и как еще болит? Не знаю. Он остался у доктора. Девочка первый раз в жизни увидела радугу И воскликнул. Папа, посмотри, какая красивая реклама! Мама слышит страшный шум в комнате. Что такое? Что случилось? Играем в части света, отвечает Ласло. Я Европа, Юцика, Азия, Янцика, Африка, Божика, Австралия. А почему же пишет ика под кроватью, спрашивает мама? Потому что она Америка, а она у нас еще не открыта. Учитель спрашивает. Назови, пожалуйста, собирательное слово. Мальчик, отвечай. Копилка. В первом классе один из учеников спрашивает отличника. Объясни мне, почему цыпленок вылупляется из яйца? Потому что он боится, что яйцо сварят. Дорогие ребята, если вы смеялись над этими забавными историями, то знайте, что вы смеялись уже четвертыми. Первыми смеялись сами венгерские школьники. Потом смеялась наша переводчица Галина Исаева. Потом я. И, наконец, вы. Но, как говорится, хорошо смеется тот, кто смеется последним. Большое спасибо, Евгений Вороканович. В мире очень много стран, поэтому радионяня надеется еще не раз встретиться с вами. Дорогие мои помощники, мне стало известно об одном очень печальном факте. Что такое, Николай Владимирович? Можете себе представить, один школьник простудился, заболел, и виноват в этом он сам. А от чего он заболел? Может, ему можно помочь? Ну, теперь-то он уже поправляется. А вот чтобы этого не произошло с другими ребятами, радионяня предлагает послушать песенку. Написали ее Борис Савельев и Вениамин Бутенко. Поет Нина Бродская. Первый день Лежу в постели И дышу Я еле-еле Вся семья Вокруг меня И горжусь Один я Как я рад, что заболел Только пол сосульки съел Снега, правда, три ладошки А потом еще немножко А потом Еще немножко Третий день Лежу в постели Что со мной На самом деле Надоело мне болеть В потолок В потолок Весь день смотреть От чего я заболел Только пол сосульки съел Снега, правда, три ладошки А потом еще немножко А потом Еще немножко Еще немножко Пятый день Лежу в постели Жду уже Конца недели Сколько жить Еще мне дней Без отметок Нет Так И друзей Ну Зачем Я заболел Только пол сосульки съел Снега, правда, три ладошки А потом Еще немножко А потом Еще Немножко Начинаем веселый урок В наших веселых уроках Мы чаще всего изучали Правила грамматики Но в одной из прошлых передач Радионяня обещала попробовать Развеселить и другие предметы А обещания, как известно, надо выполнять Поэтому сегодня впервые В Радионяне мы займемся Ботаникой А для начала поговорим о том Что такое ботаника И зачем она нужна Вот-вот Главное Зачем она нам нужна Не торопитесь, не торопитесь, друзья мои Сначала один маленький пример Ну, допустим Допустим, я решил сделать вам подарок Спасибо А какой? Огромный букет мимозы Что вы с ним будете делать? Ну, я поставил бы мимозу На самое видное место Около дивана В красивую вазу И любовался бы Пока она не завянет Простите, но я боюсь Что вы сами завяли бы раньше Почему это? Да потому что от запаха мимозы Может разболеться голова Если вы на ночь оставите ее в комнате Николай Владимирович А при чем тут ботаника? А при том, что ботаника Это наука о растениях и их свойствах А мимоза тоже растение, правда? Но ботаника нужна не только для того Чтобы разбираться в цветах Чтобы вырастить хлеб Тоже нужно знать ботанику Интересно Если хлеб ботаника То и бублики тоже ботаника Да, и кекс И пирожок с повидлом И пирожное И мороженое Минуточку, минуточку А при чем здесь мороженое? Ну, ведь мороженое делают из молока Ну и что? А молоко дает корова Да, но корову изучает совсем другая наука Зоология Верно, зоология Но корова ест траву А трава это ботаника Ну, хорошо, согласен Вы, оказывается, все превосходно сами знаете А как же Ботаника изучает поля, леса, сады Короче говоря, все зеленое Подождите Подождите А по-моему, растения бывают и не зеленые Ну, конечно Осенью желтые, зимой белые Нет, нет, нет Всегда не зеленые Например, грибы Типичные не зеленые растения Странно А я как-то летом поел грибов И сразу позеленел Значит, вы съели такой гриб Который есть нельзя Стыдно Надо уметь отличать съедобные грибы От несъедобных Вот видите От незнания ботаники Вам пришлось позеленеть А мне сейчас за вас приходится краснеть Ну, ладно Последний вопрос Что такое лук, чеснок, капуста, свекла, морковка? Овощи Прекрасно А чем все они полезны человеку? Борщом Ну, так и быть Я вам подскажу Овощи полезны человеку Ви... Винегретом Не угадали? Не угадали Овощи содержат А, Б, Ц, Д, Е А, алфавит Да нет Витамины Ооо Все эти овощи Содержат витамины Так необходимые Всякому человеку А для того, чтобы знать В каких растениях Есть витамины Тоже нужна Ботаника Теперь понимаете Какая это важная И нужная наука Ее надо знать Изучать И я бы даже сказал Воспевать Жизнь растений Непростая штука Изучает Эту жизнь Наука Нам на все Дает она Ответ Как растет Кудрявая Береза Где держать Коварную Мимозу Что едят Деревья На обед Наука Прикодится Нам наверняка Полезная Занятная Ботаника Изучим Мы растения От корня До цветка Ведь это все Ботаника Ботаника Если вы Ангиной Заболели Если Говорите Еле-еле Значит Горло Полоскать Пора Выполняйте Точно Назначение С помощью Лекарства Из растений Быстро Вам помогут Доктора Наука Пригодится Нам наверняка Полезная Занятная Ботаника Изучим Мы растения От корня До цветка Ведь это все Ботаника Ботаника Из растений И делают варенье Вкусные Компоты И печенье И для нас Душистый Чай Растет Хлопок Нас Красиво Одевает И для нас Все розы Расцветают Это все Ботаника Дает Наука Пригодится Нам наверняка Полезная Занятная Ботаника Изучим Мы растения От корня До цветка Ведь это все Ботаника Ботаника Вот и все Веселый урок Окончен Радионяне Очень хочется Чтобы после Сегодняшней передачи Все ребята Научились легко И быстро Вставать утром Как это делают Наш радиоволшебник Николай Владимирович Литвинов И автор передачи Григорий Минников Режиссер Татьяна Сапожникова И редактор Елена Лебедева Надеются Что никто Из наших слушателей Не будет больше Грызть сосульки Друзья Ведь это только в школе Подсказывать нельзя Радионяня Радионяня Есть такая передача Радионяня Радионяня У нее одна задача Чтоб все девчонки И все мальчишки Подружились с ней Чтоб всем ребятам Всем трулялятам Было веселей Чтоб всем ребятам Что всем ребятам Всем трулялятам Было веселей Субтитры создавал DimaTorzok